Дамы и господа, подписывайтесь на экспериментальный блог из леса степи. Оригинальный контент, обсуждение разных тем и лайв-видео из самых различных и живописных ебеней. Обзоры безлюдных и заброшенных мест, интервью с бомжами, походы и ночевки в лесу. Скрытая съемка, креативный и необычный подход к видеоблогингу и многое другое. Человек в маске ждет вас у себя на канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Счастик и радость, чипер сладость, дорогие друзья. И у нас сегодня с бабулей в гостях... Ба, кто этот парень? Что это за ноунейм? Ну, видела его когда-то. Показывала ты мне в съемке. Ну, в съемке кто? Да, это я. В тех самых съемках. Дима, Дима, Дима. Приятно, что так же поколение знает Диму, да. И так бы, о чем же мы сегодня собираемся поговорить? Да, мы сегодня Диму Ларина хотим проучить, наставить на путь истины. Ба, ты знаешь, ты же верующий человек. Да, конечно. А в каких богов ты веришь? В каких богов? Бог один. Ну, как его зовут-то? Ну, откуда же я знаю, как его зовут. Ну, вот для школьников, допустим, Дима Ларина это бог. Нет, если меня проучать, то нет смысла даже называть имя этого бога, потому что, ну, атеизм, он располагает к тому, что нет вообще никаких богов. Так что, извини. Ну, ты посмотри на него. Ну, ты посмотри, что он тебе позволяет. Нет, я ни в коем случае не хочу оскорбить бабушку старое поколение. Если люди верят, им это помогает жить, а я так полагаю, твоя бабушка дошла до глубоких лет, ей примерно 58, да, то, соответственно, ну, типа, это прекрасно, если она верит, ей помогает. Но мне не помогает. Ой, спасибо, спасибо, Дима, что ты сказал 58, а мне 82. Ни в коем случае бы не дал вам даже 70. Вообще, быть верующим это очень выгодно, нет, и это очень правильно, я считаю, с точки зрения, боязни ада, потому что, вот, у верующего как? Если ад есть, то он там не будет гореть, потому что он верит, а если ада нет, то атеист, ну, типа, не будет гореть, но если он есть, атеист будет точно гореть, то есть тут вот опасность ада всегда существует, но, если не веришь в бога, то и ада нет. Дима Ларин и Ричард Докинс, понятно, почему, ну, а ты бы пойдешь впереди них, знаешь, почему, Дима, у тебя есть какие-нибудь догадки? Почему, бабушка, впереди вас побежит, атеистов? Впереди меня куда, именно в ад? В ад, в ад, в гену огненную. Почему же, нет, я же смотрю твои ролики, и я так понимаю, что бабушка побежит скорее, даже полетит на сверхскоростном, сверхзвуковом самолете в рай, к апостолу Петру, потому что тезисы писательных людей, плохих, она выдвигает очень праведные. В раю не бывает коммунистов, вот почему, бабушка, ты же коммунист? Бывшие. А бывших не бывает, как наркоманы. Бывшие, все ошибаются, все ошибаются. Как ты, может, это электричество срано, дай его отключу. Как будем наставлять на путь истины, Дима, как его приучить к вере-то нашей? Да никак уже, не приучишь. Ну как же, ты, уже в ад попадет, бабушка. Нет, это вот именно тот случай, когда Ричард Докинс, например, идет разговаривать с мусульманами, и его никто не режет, то есть паритет. То есть, если ты общаешься с атеистом, и он тебя понимает, и верующий понимает атеиста, соответственно, что им делить-то? Что им убивать друг друга? Ну, живем и живем. Ну, понимаешь, вот апостол Павел, как-то он шел себе, а ему Бог-то разверз эти облака и говорит, Павел, Савву, что ж ты меня гонишь? И он сразу поверил. Может быть, Диму такая же судьба ждет? Как ты думаешь? Может быть, ты ему скажешь, Дима, что ты меня гонишь? Ничего я ему не скажу. Нет, мы друзья. Я думаю, что надо сразу расставить точки над «и», надо сделать инициализацию. Мы с бабушкой друзья. С тобой не знаю еще, а вот с бабушкой точно. Понятно, но мне бабушка перед эфиром сказала, она посмотрела, мы посмотрели ролики, ролик твой про Челдфри, она сказала, не-не, я против Ларина не вывезу. Как она сказала, как ты сказала, Дима, грамотный или как ты так? Очень умный, грамотный. О, не-не, это заблуждение. Умный, умный парень, красивый, умный. Не-не-не, это заблуждение большое, потому что не может быть умным человек, который забывает текст на «Версусе», это исключено. Тут давайте без этих, не будем питать иллюзии. Только вот мне не понравилось ролик, мы смотрели. Какой? Ну, до этого, где он пел. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Вот ты пел такие песни с матами, с руганью, толпа таких людей, нехорошие ребята все, и ты с матами пел песни, забывал. Стыдно, но бабушка понимает. А как вас зовут, так сказать, бабушка? Ну, Васильевна, Васильевна. Васильевна, Васильевна, вы понимаете, вот есть такая пословица, вы наверняка ее слышали, «С волками жить, по волчьи выть». Правильно. Да, то есть, если ты заходишь на поле, где это происходит, ну, ты должен, типа, выть, как волк, как грайм-волк, грайм-псина. Да, так что, ну, я был вынужден. Мне сугубо неприятно изъяснять свои мысли, как вы понимаете, в матерной форме. Вот я закончил этот «Версус», я плакал практически, я приехал домой, мне было очень неприятно. А знаешь, почему бабушка сделал вывод, что там неприятные люди? Помнишь, Бар, ты про Хованского говорил? Вот моей бабушке ты ей нравишься, а Хованский ей просто категорически не нравится. Действительно, между тобой и Хованским есть какая-то конфронтация? Ну да, безусловно. То есть, вам есть что делить, правильно? Нам есть не то, что что делить, а принципиальные особенности мировоззрения у нас разные. То есть, то, что насаждает он и насаждаю я, это два совершенно разных насаждения. Ну, то есть, не то, что мы какие-то идеологи и вожди, просто если человек лидер мнений, то он, соответственно, мнение насаживает. И когда человек насаживает вот то, что Юра там всякие вот эти грязные вещи, я думаю, что это не стоит и неправильно. Ну, Хованский, по мнению бабушки, он просто какой-то демон, например. Как ты считаешь, он плохой человек? Я думаю, что однажды он наступился и встал не на ту дорожку. Вот это как раз-таки история, когда Лукавый встречает в пустыне человека. Мы все читали эти книги. Это братья Карамазовы, когда Лукавый говорит с младшим братом. Ну, вы все понимаете, и совращает его. Мне кажется, Юра поддался влиянию вот именно сатаны, если говорить языком религиозных людей. Так ведь сатаны-то нет? Нет, это я просто пытаюсь бабушке... Это аналогия. Это бабушки, конечно. Я понял, это хорошо. А если говорить языком атеистов, то в один момент у Юры переклинило где-то. Ну, такой. Мы все рождаемся прекрасными детьми. Милыми, розовыми пупсиками, с маленькими пипирками и гладкой ровной кожей. Но однажды кто-то становится мразью, а кто-то нормальным парнем. Ну, пел петней, и забывал слова. Забывал. Часто очень. Но ты нашел выход, выкрутился, несколько раз повторял. 15-й год, 15-й год, и тебя поддерживали толпа. Так, подожди. Стоп, стоп, подожди. Они поддерживали тебя или глумились над тобой? Вот в чем вопрос. Поддерживали, по-моему. Что, что, как? Поддерживали, я думаю. Ну, надо быть на самом деле в баре, чтобы понять, что там происходило, потому что атмосфера действительно была непередаваемая. Но выкрутился, не выкрутился, а не было вариантов. Когда ты приходишь и знаешь, что ты забыл текст, процентов на 50, то, наверное, надо что-то делать с этим, а не стоять и, типа, извиняться, ребят. Ну, простите, забыл, не подготовился, я там, типа, в деревню ездил. Я вот как раз вам сейчас расскажу. Ну, потому что мне нравилось писать. Мне казалось, что раскрыть тему того, что на площадках творится беспредел, как мне кажется, мнение же, оно субъективное, может, я ошибаюсь, надо, типа, побольше текста. И, соответственно, если третий раунд, он будет не про Джарахова, но надо в двух других раскрыть тему Джараховой. То есть, соответственно, сделать три раунда типичных в двух. Вот такая история. Отлично. Так, ты все-таки не рассчитал свои силы. Может быть, все-таки надо было как-то редуцировать этот текст? Или ты все-таки дома как-то его выучил? Или ты просто волновался? Нет, волнения-то, в общем-то, особенного не было, как ты видел по моей довольной Харе, когда я скандировал и выкрикивал нерифмованные лозунги. Волнений не было. Был цейт нот. Уж извините, не хватило времени. Потому что достаточно страшные вещи происходили у меня в деревне, где я готовился к батлу. Ну, это не оправдание, ни в коем случае все об этом знают. Просто, типа, ну, не хватило времени. Буквально, наверное, не хватило, ну, дней трех. А самое главное, Баш, что произошло? Потому что, ну, вроде как Джарахов, да, он и более музыкальный, как ты сегодня заметил. Мы с бабулей записали уже до этого обзор. И вроде как у него там панчи-подачи, все такое лучше прошло. Но! Кого в интернете форса? Вот этого молодого человека, он сделал мемы. А что, чего хочет зритель, чего хочет школьник, любитель этого версии батла? Он хочет чего бы? Как в старые добрые времена. Хлеба и зрелищ. Кто дал? Хлеба и мемов. Хлеба и мемов. Мемы это самое главное в массовой культуре. Я ни в коем случае не оправдываюсь, я проиграл версус. В том понимании, что есть версус в принципе, когда выступает, например, какой-нибудь там Драгу против Гнойного. Ой, какого Гнойного? Млечного, конечно же. Вот, то есть, там действительно, флоу, все такое... Да, проиграл. Флоу дерьмовый. Не попадал в бит. Но родил мемы. Что лучше, я не знаю. Покажет время, знаешь. Так что мы сейчас не будем делать выводы. Я ни в коем случае не собираюсь говорить, что лучше. Но есть факт, типа, с таким двойственным эффектом. Мы не можем его оценить сейчас. Требуется время. Потому что говорить о том, что из-за того, что проиграна битва и выиграна война, ну, типа, это глупо, потому что еще не ясно. Два события. Много мемов и плохой батл. Будем ждать. Ты надеяешься серьезно? Еще много. Я надеюсь, бабушка доживет до того момента, когда станет ясно. Ведь я искренне верю в это. Дай бог. Бенефициар, то есть, выгодоприобретатель, это вот этот молодой человек, кто отжарахалит, что-то там говорят, ну да, ну что он маленького роста. И что? Все, все, везде хэштеги 15-й год, 15-й год, 15-й год, Ларин. Все, это он сделал, понимаешь? Вот в чем суть. Вот кто выиграл информационную войну. Вот в чем прикол. Да плохо, что он не хочет иметь детей. Да. Но каждый имеет свое явление. Значит, он... Ну, а как ты считаешь, Бар? Вот смотри, Дима, сколько тебе лет, если не секрет? Нет, это не секрет. Мне 29. 29? 29 лет. Смотри. Ну, пора. Не детей. Не детей. Вот как нормальный бы человек, смотри, 18 лет, закончил школу, потом сходил в армейку, потом 3 месяца побухал, потом, как нормальный человек, нашел себе шаболду какую-нибудь, вышел бы, ну, точнее, женился, хотел сказать, вышел замуж. Женился бы, запузярил бы ей пузожителя, тугосерю, годовасика, потом бы бросил ее, начал бухать, начал бы ее лупить, она бы сходила с ума, бежала. Ну, почему ты так говоришь? Почему ты нагнетаешь? Почему ты пытаешься повлиять на мнение бабушки? Просто скажи, в этом возрасте взрослый детина, вроде тебя, кортавый, должен уже детей-то настрогать на две семьи. Ну, видишь, он не как мужик себя ведет, не как настоящий мужик. Нет у него детей, сидит это, посмотри, на эту морду зажравшуюся, наглую, довольную. Взял бы какую-нибудь шабу, на настрогал бы и детей, диссиминация своего, своего семя, диссиминация своего семя, масло масляное, как нормальный мужик, не от хаты своей, да дал, дал бог зайку, даст лужайку, ну, как нормальный, чего? Он же не мужик, как все нормальные мужики. Вот видишь, ты повлиял на мнение бабушки, она уже сказала, что, ну, так он считает, поэтому, надо было, чтобы бабушка сказала, Ларин, мразь, рожай, уже давно пора. Ларин сам знает, что делает. Ну, как бы, ты чего? Ему никто не укажет. Планета, православный бог не укажет. В данный момент, мы тут шевелим немножко окно Овертона, и понимаем, что старое поколение уже приходит к тому, что, да, child free, то есть, что еще может быть более показательным, когда человек из провинции, из которой, кстати, я тоже в возрасте достаточно зрелом, да, если не сказать старческом, извините, говорит, что да, это возможно. То есть, мы немножко шатаем окно Овертона, возможно, весь мир будет скоро child free. И не то, чтобы я ставлю это своей целью, просто это не для всех, но надо. Батак, планета скоро вымрет, если все такие будут, как Дима. Не вымрет. Как-то не вымрет. Нет. А все станут лесбиянками. Но не все ж такие, как Дима. Как это не все? Так он же, смотри, у него... Он считает так, а кто-то по-другому, а кто-то наклепал их уже пять, десять. Так что, за счет его. Я понял, Батак, так зачем все-таки клепать детей? Ну, как, зачем? Ради прикола. Люди все разные. Люди все разные. И для кого-то дитя это вот дар свыше. Это счастье. Это радость. А для меня это личинка человека, простите. Ну, то есть, все разные. Правильно. И они все неплохие, они просто разные. Это надо тоже понимать. Понимаешь, так что надо терпимее относиться к людям. Ага, какая у нас сегодня толерантная передача. Прямо такие гуманисты и эстеты собрались. Ну, хорошо. А это ты к другому говорила. Ладно. Дима, ну, почему ты не любишь женщин? Ну, я не то, что их не люблю, мне их жалко. Мне их жалко, потому что они родились в мире мужчин, где их насилуют, где их притесняют, где сексистские принципы работают прямо во всей своей красе, где сперма брызжет, где кулаки по лицу, где сексуальное домогательство и притязание на работе. Женщина редко занимает ключевой пост, поэтому мне их жалко. И поэтому не то, что я их ненавижу, я считаю, что им не повезло. Я все-таки книжки советую. Давайте посоветуем нашим зрителям почитать книгу «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэя нашего и вообще продолжить укреплять свои нервные окончания. Хорошо, как раз по книгам пройдемся. Дима пропагандирует чтение. Я считаю, что он очень глупо поступает. Это грех, например. Я тебе потом объясню, потом за кадром, если что, пообеседуем, я объясню, почему. Вот какую бы ты книжку последнюю прочитала? Я за свою жизнь очень много прочитала книг. Очень много. Ну, я уже забыла, какие я читала книги. Это хоть художественные были или богословские? Нет, не богословские, только художественные. Ну, вот последнюю какую-то прочитала. Ой, ну, вон, у нас сколько книг и все я по пять раз почитала. я вот помню, ты приносила по пять раз. Ты приносила там, знаешь, вот женские романы такие, распутница. Ну, это такие. Я хорошие читала. А как ты считаешь, книжки надо читать? Надо. А зачем? Ну, как зачем? Ты не смотришь передачи по телевизору. Три годика уже книжки читает. Вот мне кажется, что на ютубе очень мало блогеров и вот на пальцах двух рук можно сосчитать и один из них это Васильевна. Васильевна, которая рекомендует книги. Это классно. Приятно, приятно видеть единомышленника. Спасибо. Дима, а что ты посоветуешь нашим телезрителям посмотреть, почитать именно из книг, из литературы? И вообще, почему необходимо читать книжки? Я это читаю. Те, кто пропагандирует чтение, они совершают страшный грех. Я потом объясню, почему. Пожалуйста. Ну, я могу предположить, страшный грех они совершают под тем же причинам, по которым озвучивал Герман Стерлингов, который говорил, что читать надо только богословские книги, а лечить детей пеньком и всяким птичьим, ну, типа, навозом и прочее. Но, какие я посоветую? Я посоветую перебирать книги на уровне... Вот если ты, как бы, тупой школьник и ты читаешь только газетные заголовки или, типа, фанфики ВКонтакте, то просто начни читать что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Вот, прогнал пятерочку книг разных, разных, и зацепил свое. Но, я категорически запрещаю и не рекомендую, ну, запрещаю своим друзьям, я не могу запрещать твоим знакомым, своей сестре даже, скорее, читать художественную литературу. Читайте научно-популярные книги, я думаю, что это вам приведется в большей степени в мире, который становится все более удивительным, и весь этот восторг вам надо понять на этапе становления человека читающим. Отлично, отлично. Итак, Ба, ты знаешь, что Дима Ларин когда-то бухал и потреблял кокаин? Коконе. Я требую, чтобы на монтаже ты заменил слово кокаин на коконе, это очень важно. Обязательно и употреблял коконе по просьбе Димы, я заменил это слово. Пожалуйста, что можешь сказать? На самом деле, можешь не вырезать. Хорошо, хорошо. А как ты можешь прокомментировать эту ситуацию? Главное, сейчас он человек очень хороший. А что было, это прошло уже. Плохое было, прошло. Я прошел реабилитацию после единожды употребленного кокаина, единожды. Я прошел очень сложную реабилитацию, я ездил в израильскую клинику, я проходил курс гормонотерапии и книг профессора Арама Чандрана, и теперь я снова здоровый человек, потому что, если бы я не прошел эти вещи, я бы умер в течение недели. Так что, следует понимать, что наркозависимость это не шутка. Все мои друзья, которые когда-либо употребляли что-либо, они все мертвы, все в могиле. я хожу по праздникам, вот Святая Пасха была сейчас, да? Святая Пасха, это же что такое, вы знаете, Васильевна, что такое Пасха святая? Ну, праздник. Ну, а какой в нем смысл? Христос воскрес. Это одно, а что надо делать на Пасху, кроме того, чтобы поедать куличики и яички и пить водичку? Да я не знаю. А вот я вам скажу, потому что я вырос в деревне и был до, там, лет 18 или 17 сильно верующим человеком, крестик на стилу. Пасха, это праздник покойничка. То есть, надо сходить ко всем своим родственникам, усопшим, закопанным под землю. То есть, к дедушке, к бабушке. А наоборот, говорить, нельзя ходить. Нет, а вот там, где родился я, там тоже православные верующие, прекрасные люди ходят. Ходят и цветочки, и конфетки, в общем, это и память, это же в первую очередь память. Ну, это мы пойдем вот через неделю. Вот сходите обязательно. Вот в это воскресенье пойдем. Так положено. Да. И желательно к родственникам колен до пяти. То есть, века до 17. Это тоже очень важно. Чем больше ты вспоминаешь, тем сильнее твоя вера. Потому что, не зная своих предков, ну, кто мы такие, обезьяны поганые. Типа у нас был дед, прадед, а потом, блядь, что, рангутан? Нет, мы должны знать все. Сколько вы дорабатываете? На самом деле, очень мало, потому что, я блогер, которого не любят рекламодатели, ввиду того, что, меня не любят все блогеры, популярные, они, знаете, вот есть такая тонкость. Многие делают следующим образом, они же сотрудничают все по контрактам, да, с крупными агентствами, то есть подписывают контракт, где оговорят всякие нюансы, и там есть такая история, стоп-лист или blacklist, я не помню точно, то есть, с какими блогерами не хотел бы блогер, с которым заключается договор, в одной рекламной компании участвовать? То есть, не говорят, типа, ни в коем случае, Ларин, нет, не дадим ему заработать денег, поэтому у меня достаточно мало рекламных интеграций, мало преролов, ну, вы прекрасно знаете, что такое Васильевна, что такое прерол, и, а сейчас ставки от Сенсет, вы знаете, ставки рекламы Ютуба, они же упали в 10 раз, я же заработал 200 долларов всего, 200 долларов за последний месяц, это примерно, ну, сколько в гривнах, я не знаю. Не-не, Дима, у нас тут уже с 15-го года, 15-й год, 15-й год, уже с 15-го года рубли. А, ой, простите, пожалуйста, простите Христа ради. Так вот, очень мало, очень-очень мало, 12 тысяч рублей, но интеграции иногда бывают, попадают, ну, может быть, ну, 1150, там, еще если упадет, то слава Христу, а так-то, ну, не те цифры, как у Николая Соболева, который на рекламе Дудя сказал, что он зарабатывает 3 миллиона рублей в месяц. Я очень поздравляю у Николая Соболева искренне, всей душой, потому что, ну, несовершеннолетняя, распутная девица, можно сказать, шлюхан, то есть, это мнение мое, конечно же, помогла Коле зарабатывать деньги. Помнишь? нельзя называть ее имя, типа, это ужасно. Суни. Нельзя популяризировать ее. Вот так бы, видишь, 3 миллиона. 3 миллиона, да, стопени. Вот, вот, ну, у нас сегодня такая беседа, как будто, как будто, знаешь, я в воскресную школу попал, в семинарию, например, что-то, я думал, хейт у нас сегодня какой-то будет, моднейшие разборки, как будто сегодня собрались старые друзья. Дима, ты вегетарианец. Смеетесь надо мной, да, Васильевна? Так вот, а между тем, я уже давно не вегетарианец, ну, не давно, а где-то с полгода, я не помню уже, однажды, однажды я попробовал утятину, и это оказалось очень вкусно. И я решил, что вегетарианство не для меня, потому что я был вегетарианцем 4 года. Ел только траву, как жвачное животное, как коровы там, и мне не было, не хватало энергии. Жизнь моя ускоряется все быстрее и быстрее, я делаю все больше вещей, езжу там, студия, проекты, всякие там дебильные эти, поездки вынужденные, поэтому, чтобы стать вегетарианцем, чтобы, будучи вегетарианцем, восполнить баланс энергии, необходимо жрать очень много, ну, реально, как корова. А чтобы мясоедом восполнить, там надо немножко буквально мяска, там рис, там все такое, но я стараюсь есть белое мясо, чтобы не умереть от рака, в муках, поедая красное мясо, потому что там больше всяких аминокислот, которые могут на этапе разложения вызвать. Канцерогены. Канцерогены, вот знаешь, хикан, знаешь. Поэтому белое мясо, это курица, индейка, немножко утки, да. Как тонко, как тонко, что даже никто не понял. Дима, делал когда-то тяжелую работу, физически тяжелую? Да, да, я делал тяжелую работу лет до 20, то есть, все началось с того, что я пахал поля, я даже стоял за плугом, чтобы конь наезжал, ты понял? Борозды, наезжал Борозды, куда картошечка кладется на расстоянии. Ем курси бил. Да, на расстоянии полутора, стоп. Ну, это просто для зрителей, которые вдруг подумают, что в городе они не найдут работу, ну, тогда отправляйтесь в деревню, наезжайте Бороздки, раскладывайте картошечку, урожай, все. А потом я валил лес, это было с отцом, у меня отец подрабатывал на срубах, я умею пазить, участвовал в постройке дома, потом я строил космодром, ездил разнорабочим в 20 лет, ну, мыл машины, так что, вот такие дела. Молодец, молодец. Вот так, вот так. Ну что ж, дорогие друзья, это был наш сегодняшний выпуск с Димой Ларином. У меня остались впечатления, такие, как будто действительно я с какими-то старыми, добрыми знакомыми пообщался, как будто... А у меня-то, у меня-то, я вот после разговора с Васильевной у меня прям флэшбэк в 98-й, 94-й даже, когда ты приходишь к бабушке и там пахнет старостью, пылью, вареньем малиновым, печеньем юбилейным, когда играет Аллегрова, и вот, вот такой, очень приятная беседа. Спасибо. Спасибо, Дима, и тебе. Тепло, как на печке, понимаете? Я вот как будто подошел, вот... Как я люблю говорить, синтонная беседа сегодня. Мы пирожки часто печем. А вот вы печете с яйцом и луком, это были мои любимые. Иногда раз, по-моему, но... Как-то не очень. Вот это самый любимый мой. Ну ладно. А у вас какой любимый пирожок? Не понял. Какой у тебя любимый пирожок? Ну, я пеку из капусты, из картошки, из творога, из творога. С чем? Вот с творогом тоже ничего, да. Спасибо. Спасибо. За беседу спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь. Какие лайки? Классы. Подписывайтесь на канал Хеканал на Балан. Где вы еще увидите беседу моей бабушки? Пишите 15 15-й год. 15-й год, 15-й год. Верни мне мой 15-й год. Верни. Отлично. Ребята, подписывайтесь, ставьте классы, донайте нас бабульные вещи в пакеты, заказывайте рекламу Сигму. С лайком, Бабуль Слава, до новых встреч, пока.